МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Грустные глаза этих очаровашек не оставили равнодушным даже Шекспира. Узнаем сегодня, о каких собаках писал классик. Собаки, как дети. Чем больше у них развлечений, тем веселее им живется. Рассказываем, как выбрать игрушку для своего питомца. В своем произведении «Сон в летнюю ночь» Вильям Шекспир писал «Мои собаки сплошь спартанской крови. Брылясты, пеги, вислыми ушами росу с травы сметают. Лучка ноги, как фессалийские быки с подвесом. Нерезвы, но подбором голосов колокола. Стройнее гон не вторил ни возгласом, ни рогу ни на крите, ни в спарте, ни в фессалии». Знатоки утверждают, что речь здесь идет о бассетхаундах. Именно об этих собаках мы расскажем вам сегодня. Предками бассетхаунда были артезиано-нормандские бассеты, вывезенные из Франции в Англию, искрещенные там с бладхаундом. Путем долгой селекции, отбора англичане сделали для себя такую породу, которая обладала хорошим нюхом, выносливостью, покладистым нравом, в результате чего они приобрели очень большую популярность и с ними было очень удобно охотиться. Настоящая слава пришла к бассетхаунду после парижской выставки собак 1863 года. Тогда же начались споры – разводить бассетов как охотничьих собак или как декоративных. Ну а в итоге селекционерам из США удалось вывезти очень симпатичную декоративную собаку, которая сохранила все качества охотничьей. Эта порода была признана американским клубом собаководства в 1964 году. Бассетхаунд – коротконогая собака мощного, но гармоничного сложения. Ее движения свободны, ритмичны, неторопливы. Как правило, бассетхаунды имеют трехцветный окрас – черный, белый и рыжий, или двухцветный – белый с лимонно-желтым. Тем не менее, любой окрас, принятый для гонщих, тоже допустим. Хотя сейчас с бассетами мало кто ходит на охоту, они по-прежнему популярны. Людям, видимо, нравится забавная внешность этих собак. И сейчас, да, это декоративная порода, которая в основном лежит на диване. Хотя, если вы живете за городом и забыли закрыть калитку, бассет непременно убежит по своим делам на охоту. Но они прекрасно ориентируются в пространстве, он всегда вернется. Но, тем не менее, это собака, которая гуляет сама по себе. При всем при том, бассет идеально подходит для жизни в семье. Он любит детей, а они – его. Бассеты – существа активные и предприимчивые. Несмотря на кажущуюся неповоротливость и мировую скорбь в глазах, они невероятно подвижны и веселы. Ой, молодец! Вот какая собака! Зачастую это собаки очень погладистые, они, еще раз повторюсь, прекрасно ладят с детьми, они уживаются с любыми животными, с крысами, с хомяками, с котами, с ежиками, с другими собаками, опять же. И они всех заставляют двигаться, потому что на самом деле кажется, что собака очень малоподвижная, тяжелая, грустная. Но на самом деле это собака та, которая любит веселиться, бегать, играть. Больше всего на свете любит бассет гулять. Если вы не можете обеспечить ему долгие и далекие прогулки, лучше такого пса не заводить. Эти веслоухие создания, как правило, большие упрямцы. Вам никакими силами не заставить бассета слушаться, если он того не желает. Зато у него приятный голос. Бассет хаунды непривередливы. К тому же здоровье у них отличное, так что ухаживать за ними совсем не сложно. Берется кусочек ватки и точно так же, как и люди в принципе себе делают, от края глаза к серединке. Глаз этот вытирается. Но если собака изначально здоровая и проблем у нее нет никаких, то уход за глазами, он даже не требуется. То есть это только на тот момент, если вы куда-то пошли, попала какая-то пыль или какие-то другие основные моменты. Надо также внимательно обращать свое внимание на уши. Поскольку уши у них висят, они закрытые, то периодически надо вычищать уши по мере загрязнения. Что ни говорите, но бассеты милейшие существа. Но разве можно остаться равнодушным, заглянув в эти бездонные глаза? Субтитры создавал DimaTorzok Главное в игрушке, чтобы она была интересна собаке, а не вам. Помните, свет практически не имеет значения. Как это не грустно, лучший друг человека, по мнению большинства ученых, дальтоник. А вот в чем вы должны быть уверены на 100%, так это в безопасности. Что делать, если пес случайно проглотит кусочек игрушки? Именно об этом следует позаботиться в первую очередь. Игрушки у нас есть разные. Есть латексные, есть виниловые, есть из цельной резины сделанные, есть грейферы, вот такого плана. Есть игрушки, допустим, развивающие, если вы берете для щенка. С точки зрения безопасности, лучше, конечно, брать игрушки профессиональные. На самом деле, они, может быть, подороже, но зато вы будете уверены, что ваш щенок и ваша собака не отравятся, не съедят того, чего не надо. Безопасность и долговечность игрушки зависят от многих факторов. Незачем, например, покупать большие игрушки маленьким собакам. Они не сумеют ее даже поднять. А вот убедиться в том, что какая-нибудь деталь игрушки в самый неподходящий момент не отвалится или не оторвется, надо обязательно. Игрушки с различными веревочками и мехом лучше не покупать. Если вам приглянулись пластиковые игрушки, выбирайте те, что попрочнее и имеют немного выступов, чтобы щенок ничего не отгрыз и не проглотил. Играть в мяч любят собаки всех пород и возрастов. Мяч должен быть таким, чтобы его было удобно брать всей пастью. Слишком маленький мячик пёс может ненароком проглотить и из-за этого даже задохнуться. Без сомнения, понравится вашему питомцу и игрушке лакомство. Во-первых, это удобно. И лакомство, и вкусняшка, и игрушка в одном лице. Сначала собака занимается с лакомством долго, упорно, потому что там такие долгоиграющие, скажем, лакомства. Потом, когда она уже его съест, у него остается вдобавок еще и грейфер, в котором можно и на улице бегать, играть, и с которым вы там перетягиваете животное на себя. Различаются игрушки еще и тем, для кого они предназначены. Игрушки для щенков в основном, конечно, во-первых, возрастные, а во-вторых, они развивающие в основном. Даже желательно брать игрушки развивающие для щенков. Там можно поместить лакомство, да, и щенок должен понять, как это лакомство, скорее достать оттуда, да. Значит, для щенков в трехмесячном возрасте желательно брать игрушки из, ну, вот такого плана, грейферные. Потому что к трехмесяцам начинается смена зубов, чтобы проще было поменять, да. Крупным собакам придутся по сердцу цельнорезиновые и виниловые игрушки. Однако, знаете, виниловыми не очень хорошо играть на морозе, тогда как латексные, напротив, идеально подойдут для холодов. Ну и напоследок, как понять, какой игрушке прикипит собачья душа? Давайте разбираться. Если ваш четвероногий приятель с большим энтузиазмом относится к тряпочкам, шнуркам и веревочкам, берите грейферные игрушки. А если он не прочь что-то погрызть, наверняка подойдут резиновые. Лучше всего, конечно, игрушку выбирать с собакой. То есть вы приходите, собака сама выбирает себе игрушку, вы видите, на какую собаку игрушку реагирует, потому что собаки кто-то любит тряпочные игрушки, кто-то любит, допустим, резиновые, кто-то любит, чтобы она пищала, кто-то любит, чтобы не пищала. Поэтому, если есть такая возможность, лучше прийти со своим любимцем и выбрать уже на месте. Далее в программе. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Разбираемся в сложностях отпускного периода. Вернее, собаки друга нету. Узнаем, как весело использовать и проводить время с вашим любимцем. Давно известно, самое любимое время года у работающего гражданина – это отпуск. И уж, конечно, мало кому хочется проводить такие замечательные денечки дома. Все мы стремимся вырваться на свободу и уехать куда-нибудь. Навестить бабушку в Саратове, институтского приятеля под Волгоградом, а то и махнуть всем семейством за границу. И хорошо, если на время путешествия есть с кем оставить своего барбоса. А если нет? Наверняка у каждого владельца собаки хоть раз в жизни вопрос – брать или не брать – вставал ребром. Есть такая проблема – это когда всем нужно уехать, животное остается. И один из выходов из этой ситуации – это взять животное с собой. К вот этому серьезному шагу нужно готовиться заранее. Дело в том, что вот животное, оно должно быть изначально. Когда вы его заводите, вот заводчики вам должны объяснить, когда его нужно прививать, когда нужно делать необходимые прививки. Без прививок вы точно далеко не уедете. Максимум – на дачу или к дедушке в деревню. Для всех остальных путешествий нужно четко знать правила получения ветеринарных сопроводительных документов. Итак, если вы собрались провести отпуск в компании пса, которого ни разу не прививали, побеспокойтесь о вакцинации заранее. Важно здесь то, что между первыми прививками и врачебным осмотром накануне выезда должен пройти месяц. Если животное чувствует себя хорошо, никаких признаков болезни, которые мы можем переместить в другие регионы, нет, то выдается вот тогда ветеринарные сопроводительные документы, с которыми хозяин в течение трех суток, они действуют, он прибывает на вокзал. Вообще вот я просто по опыту железнодорожных перевозок служу. То есть прибывает человек на вокзал, он в тот же день, когда у него отправление, должен заранее побеспокоиться, чтобы взять билет на животное. Значит, вот на основании вот этих ветеринарных сопроводительных документов он вот этот билет получает, и они счастливо путешествуют. Что до авиапутешествий, то здесь нужно учитывать еще и требования отдельно взятой авиакомпании к оформлению проездных билетов для животного. Если вашу собаку уже когда-то вакцинировали, срок оформления ветеринарных сопроводительных документов сократится. Если идет ревакцинация, то есть второй раз прививают домашнее животное, то этот срок составляет две недели. Две недели. То есть если животное было привито в соответствии с графиком, то там уже порядок идет другой, то есть животное осматривают и могут выдать ему сопроводительные документы, если вовремя были все прививки произведены. Есть заведена карточка, то есть животное зарегистрировано, то есть хозяин оказался человеком, так скажем, внимательным, ответственным. И вот эти все действия, они были произведены заранее из заведом. Учтите, кстати, что необходимые справки выдают только государственные ветеринарные станции. Частные клиники не подойдут. С особой ответственностью нужно отнестись, конечно, к заграничной поездке. Тут необходимо изучить правила не только вывоза, но и ввоза животного в конкретную страну. Их можно найти на сайте Россельхознадзора или на сайтах консульт. Об этих требованиях нужно заранее известить ветеринарную службу, чтобы они подготовили необходимые для выезда вакцины. Не советуем, кстати, уповать на русский авось и пренепрягать требованиями, установленными законом. Прежде всего, значит, сотрудники транспортных компаний, железных дорог, авиалинии, они не возьмут на себя риск перевозить животное без ветеринарных сопроводительных документов. Потому что сейчас много угроз, болезней общих для человека и животных, болезней животных. И существуют серьезные штрафные санкции за заведомо осознанный, так скажем, провоз животного без ветеринарно-сопроводительных документов. Так что побеспокойтесь заранее о совместном путешествии с вашим любимцем и отдыхайте. Приятного вам отпуска! Собака, друг человека, часто говорим мы, подразумевая удивительную способность этих животных к любви и самопожертвованию. Уже очень давно люди поняли, что с этими животными можно не просто дружить, но интересно использовать и проводить время. Например, участвовать в различных соревнованиях. Сегодня мы расскажем о таком виде спорта, как аджилити. Аджилити, ну это в переводе с английского быстро, скоро, ловко. Этот вид спорта уже существует лет 30 в мире. У нас это лет 15. Пришел он к нам из Англии лет, наверное, 30 назад на выставке Крафта. Организаторы выставки подготовили несколько собак и сделали просто показательное выступление для зрителей. И это так понравилось и зрителям, и владельцам собак, так что это вот в конечном итоге переросло в вид спорта, который теперь является международным. Задача аджилити – быстрее всех пробежать по трассе, преодолевая различные препятствия. Аджилити во многом напоминает конкур. Отличие в том, что проводник лишь направляет собаку по трассе, а не преодолевает с ней препятствия. Иными словами, в аджилити человек и животное выступают как партнеры. Руководить собакой в этом виде состязаний можно голосом и жестами. Ни в коем случае нельзя касаться собаки и снарядов, а на самом четвероногом спортсмене не должно быть ошейника. Для того, чтобы это стало возможным, ваш питомец уже должен иметь представление об общем курсе дрессировки. Продолжение следует... В аджилити нет никаких ограничений по возрасту и породам собак. Участвовать в соревнованиях может кто угодно. Это спорт для азартных людей и их жизнерадостных питомцев. Во-первых, собаке это очень нравится. Потом, когда занимаешься на снарядах, много здесь получается, что ты занимаешься три раза в неделю, гораздо лучше контакт становится с собакой, что тоже немаловажно для города, в условиях города, чтобы собака тебя все-таки понимала лучше. И потом это все-таки определенная физическая нагрузка и для меня, и для собаки. Трудность состязания заключается еще и в том, что расстановка снарядов на трассе до последнего момента неизвестна. Расстановку снарядов производит судья. Затем у каждого снаряда стоит номер. А потом спортсмены выходят на опробование, то есть они учат трассу без собак. И когда начинаются соревнования, собака не знает последовательности трассы. И спортсмен должен провести таким образом, выучить сначала трассу так, чтобы рассчитать всю траекторию свою и собаки и провести ее максимально быстро, максимально чисто. Стоять! Стоять! За сбитые планки и другие ошибки начисляются штрафные очки. Если их будет много, они могут свести на нет преимущество в скорости. Поэтому в аджилите важна не только работа животного, но и мастерство спортсмена, его тактическое мышление и способность направлять собаку. Итоги соревнований подводятся после прохождения двух трасс. Трассы бывают аджилити и трассы джампинга. На трассе аджилити там присутствуют зоновые снаряды. Это качель, горка и бум. А джампинговые трассы, они без зоновых снарядов. То есть это чисто прыжковая трасса и плюс еще туннели. Завершение курсов аджилити и сдача экзамена не самое важное для владельцев. Аджилити – это азартное хобби. Как для людей, так и для собак. Сегодня аджилити – самый быстро развивающийся собачий вид спорта. Он приносит радость и животному, и человеку, практически независимо от результата. На сегодня мы с вами прощаемся, а в следующих выпусках обязательно расскажем вам и о других, не менее интересных делах собачьих. До встречи! Дальтоник А вот в чем вы должны быть уверены на 100%, так это в безопасности. Что делать, если пес случайно проглотит кусочек игрушки? Именно об этом следует позаботиться в первую очередь. Игрушки у нас есть разные. Есть латексные, есть виниловые, есть из цельной резины сделанные, есть грейферы, вот такого плана. Есть игрушки, допустим, развивающие, если вы берете для щенка. С точки зрения безопасности, лучше, конечно, брать игрушки профессиональные, на самом деле, они, может быть, подороже, но зато вы будете уверены, что ваш щенок и ваша собака не отравятся, не съедят того, чего не надо. Безопасность и долговечность игрушки зависят от многих факторов. Незачем, например, покупать большие игрушки маленьким собакам, они не сумеют ее даже поднять. А вот убедиться в том, что какая-нибудь деталь игрушки в самый неподходящий момент не отвалится или не оторвется, надо обязательно. Игрушки с различными веревочками и мехом лучше не покупать. Если вам приглянулись пластиковые игрушки, выбирайте те, что попрочнее и имеют немного выступов, чтобы щенок ничего не отгрыз и не проглотил. Играть в мяч любят собаки всех пород и возрастов. Мяч должен быть таким, чтобы его было удобно брать всей пастью. Собака, которая гуляет сама по себе. При всем при том, Басет идеально подходит для жизни в семье. Он любит детей, а они его. Басеты – существа активные и предприимчивые. Несмотря на кажущуюся неповоротливость и мировую скорбь в глазах, они невероятно подвижны и веселы. Ой, молодец! Вот какая собака! Зачастую это собаки очень погладистые. Они, еще раз повторюсь, прекрасно ладят с детьми. Они уживаются с любыми животными, с крысами, с хомяками, с котами, с ежиками, с другими собаками, опять же. И они всех заставляют двигаться, потому что на самом деле кажется, что собака очень малоподвижная, тяжелая, грустная. Но на самом деле это собака та, которая любит веселиться, бегать, играть. Больше всего на свете любит Басет гулять. Если вы не можете обеспечить ему долгие и далекие прогулки, лучше такого пса не заводить. Эти веслоухие создания, как правило, большие упрямцы. Вам никакими силами не заставить Басета слушаться, если он того не желает. Зато у него приятный голос. У тебя такую породу, которая обладала хорошим нюхом, выносливостью, покладистым нравом, в результате чего они приобрели очень большую популярность, и с ними было очень удобно охотиться. Басет-Хаунда Эта порода была признана американским клубом собаководства в 1964 году. Басет-Хаунд Басет-Хаунд – коротконогая собака мощного, но гармоничного сложения. Ее движения свободны, ритмичны, неторопливы. Как правило, басет-Хаунды имеют трехцветный окрас – черный, белый и рыжий. Или двухцветный – белый с лимонно-желтым. Тем не менее, любой окрас, принятый для гонщих, тоже допустим. Хотя сейчас с басетами мало кто ходит на охоту, они по-прежнему популярны. Людям, видимо, нравится забавная внешность этих собак. И сейчас, да, это декоративная порода, которая в основном лежит на диване. Хотя, если вы живете за городом и забыли закрыть калитку, басет непременно убежит по своим делам на охоту. Но они прекрасно ориентируются в пространстве, он всегда вернется. Но, тем не менее, это собак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Грустные глаза этих очаровашек не оставили равнодушным даже Шекспира. Узнаем сегодня, о каких собаках писал классик. Собаки, как дети. Чем больше у них развлечений, тем веселее им живется. Рассказываем, как выбрать игрушку для своего питомца. В своем произведении «Сон в летнюю ночь» Вильям Шекспир писал. Мои собаки сплошь спартанской крови. Брылясты, пеги, вислыми ушами росу с травы сметают. Лучка ноги, как фессалийские быки с подвесом. Нерезвы, но подбором голосов колокола. Стройнее гон не вторил ни возгласом, ни рогу ни на крите, ни в спарте, ни в фессалии. Знатоки утверждают, что речь здесь идет о бассетхаундах. Именно об этих собаках мы расскажем вам сегодня. Предками бассетхаунда были артезиано-нормандские бассеты, вывезенные из Франции в Англию, искрещенные там с бладхаундом. Бассетхаунды непривередливы. К тому же здоровье у них отличное. Так что ухаживать за ними совсем не сложно. Берется кусочек ватки. И точно так же, как и люди, в принципе, себе делают. От края глаза к серединке. Глаз этот вытирается. Но если собака изначально здоровая, проблем у нее нет никаких, то уход за глазами, он даже не требуется. То есть это только на тот момент, если вы куда-то пошли, попала какая-то пыль или какие-то другие основные моменты. Надо также внимательно обращать свое внимание на уши. Поскольку уши у них висят, они закрытые, то периодически надо вычищать уши по мере загрязнения. Что ни говорите, но бассеты – милейшие существа. Но разве можно остаться равнодушным, заглянув в эти бездонные глаза? С того момента, как в вашем доме появился щенок, будьте готовы к тому, что спокойная и размеренная жизнь вам больше не грозит. Новый член семьи будет требовать к себе много внимания. Однако, когда вас нет, в одиночестве он может заскучать. Купите ему игрушки. И тогда день в ожидании хозяина пролетит незаметно. Главное в игрушке, чтобы она была интересна собаке, а не вам. Помните, цвет практически не имеет значения. Купите ему игрушки. Спасибо.